Что ж, приветствую всех на нашей конференции, на нашей домашней конференции. Меня зовут Ольга, я являюсь модератором данного стрима. У нас холл стрим, напоминаю. Благодарю вас за то, что вы подключились. Буквально вот минутка-две ждем еще подключившихся и начнем. Пока я немножко расскажу, немножко пару организационных вводных моментов. У нас есть секция Q&A в нашем чате. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите там вопросы для нашего спикера во время доклада, либо по его завершению. По плану мы примерно будем 40 минут примерно слушать спикера и затем переключимся на сессию вопросов-ответов. За это время мы постараемся максимально ответить на вопросы. Чтобы не дублировать, если вы видите понравившийся вопрос, пожалуйста, отмечайте его лайком. Обязательно мы выберем лучший вопрос и приз вручим автору. Поэтому, кто задает вопросы, пожалуйста, просьба не разбегаться до окончания сессии и проследить, кто выиграл, чтобы дать нам контакт. Как это сделать, могу сейчас рассказать. Минутка еще ждем. Это необходимо будет на свой же вопрос, нажать реплай и написать свой e-mail, либо телефон. Его мы будем видеть только модераторы, не для всех, а за паблишером. Окей, в принципе, минутка прошла. Можем двигаться далее. Представляю нашего спикера. Перед нами сегодня с докладом выступит Данис Тазентинов. В этом докладе мы поговорим о приложениях для смартфонов. Количество их неудержимо растет, и мы обсудим компоненты IOS, которые позволяют напомнить о себе пользователю, привлечь новых и удерживать внимание существующих. Все, передаю слово Данису. Да, всем привет. Мы поговорим про Upclips, Widgets и все остальное. Ну, прежде чем мы начнем, пару слов обо мне. Я chief software engineer компании IPAM. Я являюсь евангелистом платформы Apple и отвечаю за компетенцию IOS разработки и вообще компетенцию Apple в IPAM. Я уже 20 лет в IT и последние 9 лет создаю мобильное приложение. Ну и, помимо всего прочего, веду подкаст Mobile People Talks. Если вы на него еще не подписаны, очень рекомендую подписаться. Очень интересно, тем более, что мы очень скоро начинаем наш третий сезон. Поэтому подписывайтесь. Очень много интересного про мобильную разработку и все остальное. Ну, давайте начнем, собственно, наш доклад. Давайте начнем с простого вопроса. Подумайте, как вы считаете, сколько приложений стоит в среднем на смартфоне у такого среднестатистического пользователя? Подумайте. И, ну, ответ на самом деле вот такой. Порядка 60-80 приложений на телефоне. Довольно значительная цифра. Есть маленький нюанс. Из них только порядка 10 реально используются. И в чем с этим проблема? Проблема в том, что ваше приложение, если вы создаете что-то новое, ему каким-то образом надо попасть сначала в те 60-80, которые установлены на телефоне, а потом в те 10, которыми пользователь реально пользуется. И для этого есть несколько способов. Давайте просто подумаем о том, что у нас есть, какие у нас есть инструменты для того, чтобы внимание пользователя удерживать, и как мы вообще с этим живем сейчас. Начнем с тех способов, которые есть сейчас, про которые мы все знаем, про которые мы все помним. Наверное, одним из самых очевидных из них является уведомление. Пуш. Мы шлем пользователю пуш, он их видит, и тем самым мы ему напоминаем о себе. Кроме того, есть виджеты. Экраны сегодня. Они были до iOS 14. Это такой достаточно интересный способ взаимодействия с пользователем. И да, я отдельно отмечу, что мы говорим здесь только про iOS. На Android есть похожее решение, но там ситуация немножечко отличается. Для тех, кто хочет пойти чуть дальше, есть возможность интегрироваться с Siri. И это не единственный способ, а их там несколько. И тем самым мы, опять же, можем взаимодействовать с пользователем в новом месте для нас. Ну и тех, кто очень-очень старается показаться пользователю всюду, это интеграция с системным поиском. И это тоже есть несколько вариантов. И они все, в общем, позволяют показаться вашему приложению в поиске системным так, чтобы он мог снова в него перейти, даже если он им не пользовался. Ну и если нам нужны новые пользователи, когда наше приложение еще не установлено, у нас есть баннеры приложений, которые мы можем отображать на сайте, и тем самым, опять же, привлекать новых пользователей, которые еще не установили. Давайте посмотрим на эти способы, прежде чем мы пойдем дальше. Начнем с уведомлений. Ну, вообще это не только пуш, а само приложение может показывать уведомления. Сейчас пользовательский интерфейс этих уведомлений можно делать по своему собственному усмотрению. Мы можем его достаточно, довольно много чего мы можем делать в этих уведомлениях. И источником, как я уже сказал, может быть не обязательно пуш, это может быть какое-то событие в приложении, это может быть локация пользователя, это может быть таймер, что угодно. Но самым важным здесь является то, что пользователь должен эти уведомления разрешить. С чем проблема с пуш-уведомлениями? Ну, на самом деле проблема с ними в том, что пользователь может их отключить или не включить совсем. Пойдем дальше. У нас есть виджеты, то есть те виджеты, которые были до iOS 14. Они все еще будут отображаться и в iOS 14. Точно так же они будут отображаться на экране сегодня. В iOS 13 раньше они также могли отображаться при таком force touch на значке приложения. Опять же, свой собственный интерфейс, можно реагировать на нажатие. В общем, достаточно удобный способ взаимодействия с пользователем. В iOS 14 эти виджеты поменялись на новые, про них мы немножечко попозже поговорим. В чем проблема с этими старыми виджетами? То есть, если пуш можно отключить, здесь мы их отключить не можем. Пользователь может их добавить себе на экран сегодня. Они работают. В общем, довольно много чего с ними можно сделать. Проблема с ними в том, что они почти всегда скрыты. Пользователи очень редко заходят на экран сегодня. И, по сути, то, что мы сделали, довольно редко попадается пользователям на глаза. Пойдем дальше. Siri. Опять же, как я сказал, это не некая одна технология. Это достаточно много разных решений. В первую очередь, наиболее правильная интеграция Siri – это Siri Intense. То есть, тот самый фреймворк, который позволяет нашему приложению интегрироваться с Siri напрямую и задать ему некий контекст, с которым наше приложение может работать. Помимо этого, есть класс NS UserActivity. Про него мы сегодня тоже будем несколько раз еще говорить. Который позволяет чуть легче интегрироваться с Siri из нашего приложения. И, помимо всего прочего, есть приложение Shortcuts. Оно же команды, с которым, по сути, это тоже один из способов интеграции с Siri нашего приложения. Ну и, опять же, если мы хорошо синтегрировались с Siri, Siri будет рекомендовать наше приложение пользователю в определенный момент. Для этого нужно выполнить ряд условий. Но это не что-то, что нужно делать прямо чрезвычайно сложно. Это достаточно просто. Если пользователь пользуется приложением, Siri будет его рекомендовать пользователю. Ничего сложного. Что такое Siri Intent? Это способ распознавания речи и извлечения из нее контекста. То есть, если мы объясним системе, что наше приложение хочет делать, например, отправить сообщение или еще что-то, то система распознает, что пользователь сказал, выделит из него ключевую для нас информацию, отдаст нам уже ее в структурированном виде. Помимо стандартного набора интентов, которые включают в себя достаточно много различных вариантов использования нашего приложения, помимо даже некоторых довольно интересных в виде управления системой автомобиля, самым важным моментом является то, что мы можем создавать свои собственные интенты. То есть, мы можем описать некое действие в приложении, которое будет вызываться голосом, и более того, мы можем определенные параметры задать так, чтобы Siri распознала в речи пользователя значение этих параметров. Таким образом, мы можем, по сути, никогда не запускать наше приложение, пользователь будет с ним общаться исключительно с помощью Siri. Следующий класс, который нам позволит интегрироваться с Siri чуть проще, без написания такого достаточно большого куска кода, это NSUserActivity. И он, по сути, описывает некое действие пользователя в приложении. Помимо этого, он позволяет сохранить контекст действий, то есть, это некое состояние. Например, если человек создает заметку, мы можем сохранить, что он написал в настоящий момент, и это будет использоваться в дальнейшем. И появился этот класс, на самом деле, достаточно давно, когда появилась технология handoff для взаимодействия iOS-девайсов и Mac. То есть, мы могли передать работу с одного устройства на другое. Помимо всего прочего, NSUserActivity позволит нам интегрироваться с поиском. Тоже про это еще немножко поговорим. Ну и, опять же, как я сказал, это способ интеграции с Siri. То есть, если мы отметим действие пользователя как индексируемой Siri, то в дальнейшем с помощью этого голосовой команды можно будет вызвать это действие через Siri. Ну и самым таким интересным способом здесь является интеграция с меню WindDown, то есть, меню отхода ко сну, которое появилось в S14. Вы можете добавить свое приложение туда, если, например, ваше приложение связано там с релаксацией или с введением дневника, или еще там есть несколько наборов вариантов, которые допустимы, когда пользователь отходит ко сну. Ну и, наконец, Siri Shortcuts, приложение команды. На самом деле, если вы реализовали Siri Intent или Siri NSUserActivity, то вы уже интегрировались с этими приложениями. Все действия, которые вы описали с помощью вашей интеграции Siri, будут доступны через команды. И, что важно, эти команды можно будет комбинировать. То есть, выход одной команды можно будет направлять к другой или просто их выполнять параллельно по какому-то действию. И, что более важно, можно комбинировать команды из разных приложений. Тем самым, пользователь получит возможность взаимодействовать с вашим приложением в рамках какого-то другого действия, более сложного. Ну и да, здесь одним из важных вопросов будет... Мы все говорим про Siri, как с ней, в общем, несложно интегрироваться. Но пользуются ли люди Siri? Вопрос очень хороший. На самом деле, да. И это более 500 миллионов пользователей, которые используют Siri на регулярной основе. Поэтому, я думаю, что эту аудиторию есть смысл замечать. Пойдем дальше. Поиск. Ну, как я сказал, несколько разных способов. Можно использовать NSUserActivity. Мы отмечаем контекст действия пользователя, например, просмотр заметки, и отмечаем, что она индексируется для поиска. И тем самым дальше поиск найдет эту заметку и перейдет пользователей системного поиска в наше приложение. Либо мы можем использовать фреймворк Core Spotlight и провести такую полноценную индексацию контента в вашем приложении, отдать этот индекс поиску, и он, соответственно, будет уже находить данные по нему, отправлять пользователя в наше приложение. Но, да, здесь стоит отметить, что если про Siri мы можем сказать, что это такой достаточно хорошо используемый инструмент, то вот с поиском все не так радужно, и не так много пользователей реально им пользуются. Но, если вы используете NSUserActivity, то для того, чтобы индексировать ваш контент в поиске, достаточно просто выставить один флажок в труб, и все. И интеграция с поиском сделана. Поэтому нет смысла от этого отказываться. Ну, и последнее, о чем мы говорим из существующих инструментов взаимодействия с пользователем, это апбаннеры. Это вещь, которая позволит нам привлечь новых пользователей. Если пользователь заходит на сайт, у него есть ссылка на App Store, где он может скачать приложение. А если оно установлено, то мы можем открыть это приложение с помощью вот этого баннера, который отображается сверху. Ну, по-хорошему нужно реализовать еще и поддержку Universal Links, чтобы у нас работало приложение более качественно. Но это чуть посложнее, и как бы суть примерно та же. Да, мы получаем баннеры, и мы получаем переход в приложение с определенным URL. То есть, если у пользователя нет, это ссылка на App Store, и пользователю придется скачать приложение из App Store. Что поменялось в iOS 14? Вот эти способы, они были, мы ими пользовались. В общем, в той или иной мере их было больше, меньше, но мы как-то к ним более или менее привыкли. В iOS 14 значка вашего приложения уже может не быть на рабочем столе. Появилась такая концепция, как библиотека приложений, и ваше приложение, несмотря на то, что оно установлено, оно может быть где-то здесь, и пользователь, возможно, никогда его не увидит больше. И тем самым это приведет к тому, что даже если вы смогли убедить пользователя установить приложение, он его, возможно, никогда больше не вспомнит и им не воспользуется. Но давайте разберем конкретный пример, да, чтобы не говорить голословно, давайте представим себе ситуацию. У нас есть приложение, но перед приложением, да, поговорим. У нас есть магазин, который торгует авокадо. И, как я уже сказал, это такой вполне себе конкретный бизнес. У него есть физические магазины, они стоят там, допустим, где-то рядом с вашим магнитом или еще каким-нибудь продуктовым магазином. Владелец бизнеса хочет уменьшить очереди, потому что очереди – это, в общем, потенциально человек, который уйдет и не захочет покупать, и, в общем, толпа в магазине никому сейчас не нужна. Поэтому есть желание. Мы знаем, что у покупателей есть смартфоны, и мы можем использовать эти смартфоны для того, чтобы пользователи могли сканировать товары самостоятельно и оплачивать, соответственно, покупки прямо через приложение. Если это приложение уже написано, встает главный вопрос, как сделать так, чтобы у всех посетителей магазина это приложение было установлено? Что нам для этого нужно сделать? Как это было раньше? Ну, во-первых, да, пользователь должен узнать о существовании приложения. Каким-то образом он должен его найти в App Store, скачать его из App Store. При этом ему иногда нужно еще вспомнить пароль от его Apple ID, о чем он мог уже давно забыть, если он давно не устанавливал ничего нового. Затем он должен его, ну, очевидно, запустить, пройти онбординг, который мы для него сделали, и вспомнить, зачем он, собственно, устанавливал все это приложение, все это делал. Что поменялось в iOS 14? Все довольно просто. Пользователь должен отсканировать некий код. Приложение запускается. Профит, да? Но на самом деле это не совсем приложение. А в России Apple называет это самое не совсем приложение Blitz-приложениями. Мы, наверное, будем все-таки использовать терминологию AppClip. По сути своей это некое приложение, которое мы можем запустить, не устанавливая. Давайте поговорим о том, что мы, собственно, хотим получить. У нас есть некое приложение, которое не нужно устанавливать. Мы сканируем код. Это приложение позволит нам самостоятельно сканировать товары. И, как я уже сказал, мы его можем запустить, просто отсканировав код на двери магазина. Никаких установок через AppStore, никаких вспоминаний, паролей, ничего. Просто отсканировали, запустили. Мы хотим добавить в это приложение возможность платить через Apple Pay, опять же, потому что нам не хочется тратить время на ввод данных банковской карты или чего-то еще. Ну и ничего больше. Это приложение, в котором есть только сканирование и оплата. То есть минимум, потому что именно это пользователю и нужно. Теперь давайте, собственно, и поговорим, как мы это реализуем с помощью этих самых AppClips. Как мы можем активировать AppClip? Как я сказал, нужно сканировать некий код. Это может быть QR-код. Это может быть NFC-метка. Это может быть баннер на сайте. Очень-очень похож на тот самый AppBanner. Это может быть ссылка, которую вам прислали в iMessage. Это может быть информация о вашем магазине в картах. Это может быть подсказка со стороны Siri. Как я уже говорил, Siri довольно часто может рекомендовать интересные вещи. Ну и да, Apple не могли обойтись без своего собственного изобретения. Они придумали AppClip-код. Это такой круглый визуальный код, который позволит запускать AppClips. То есть он предназначен исключительно для запуска вот этих самых AppClip. Как я сказал, AppClip это такое приложение, которое мы можем запустить, не устанавливая. Но давайте все-таки посмотрим, чего не могут AppClip. Если это приложение, то чего они не могут делать. Во-первых, AppClip тесно связан с вашим основным приложением. То есть у вас есть некое основное приложение, и AppClip это его, по сути, часть. И он может быть для вашего приложения только один. То есть ваш основное приложение и один AppClip. И мы, наверное, еще упомянем, почему это важно, но чуть попозже. Размер AppClip после того, как вы выполните процедуру AppFinning, не должен превышать 10 мегабайт. Это довольно заметное и довольно важное ограничение, на которое стоит обращать внимание. Ну и помимо всего прочего, у AppClips нет доступа к большому количеству фреймворков или доступа к этим данным, да, включая там данные о движении и так далее. То есть если суммировать что и как, это, в общем-то, цель сделать сложнее автору AppClip, отслеживать действия пользователей и, в общем, получить доступ к какой-то private информации. Ну и важный момент, что доступ к локации в фоне невозможен. Ну и, собственно, большинство фоновых активностей для AppClip, в принципе, недоступны. Ну и, да, как я сказал, отслеживать пользователя нельзя из AppClip, поэтому доступ к ITFA и IDFA отсутствует. И тут еще один момент, да, AppClip можно сохранять данные на устройстве, но эти данные не будут сохраняться в резервной копии. И, собственно, эти данные, да и сам AppClip, при нехватке места на устройстве, система может удалить. Да и, в общем, опять же, если не пользоваться AppClip в течение 30 дней, эти данные будут удалены в любом случае. Хотя на самом деле это может быть и не 30 дней, а некое какое-то время неактивности, которое может меняться с течением времени. Ну и последнее, что важно, да, из AppClip мы можем передать данные только в наше основное приложение. Мы не можем передать его в какое-то другое приложение нашего аккаунта. Или мы не можем шарить данные от другого приложения внутрь AppClip. То есть AppClip связан только с вашим основным приложением для этого AppClip. Мы тут говорим-говорим все-таки, что такое AppClip. AppClip — это iOS-приложение. И давайте посмотрим, как это вообще выглядит с точки зрения того, что мы отправляем в AppStore. Вот у нас есть некий архив, который мы готовим для отправки в AppStore. В него входит наше основное приложение с его бандлом, в котором входят его ресурсы и бинарник с его экстеншенами. И в этот же архив входит еще AppClip с его AppClip, бандлом, ресурсами и бинарником. И это две не пересекающиеся друг к другу вещи. Это два отдельных приложения, которые входят в наш архив, который мы отправляем в AppStore. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит с точки зрения устройства. Мы устанавливаем AppClip, отсканировав код. Из AppStore скачивается наш AppClip-бандл, и для него создается его сэндбокс. И если мы создали некий контейнер, который привязан к нашему AppClip, создается и он тоже. После того, как мы устанавливаем основное приложение, в этот же момент уничтожается AppClip и его сэндбокс. То есть никаких там уведомлений, ничего не будет. Эти данные просто стираются. Но сохраняется контейнер, который был привязан к AppClip и нашему основному приложению. Таким образом, мы с помощью этого контейнера можем и передать данные в наше приложение. Давайте посмотрим, как мы будем создавать наш первый AppClip. На самом деле здесь ничего особо сложного нет. Мы открываем Xcode, выбираем Target AppClip. И, в общем, дальше создаем обычное приложение. Тут никаких отличий дальше уже нет. Как нам вообще писать этот AppClip? Давайте посмотрим на простую вещь. У нас есть код, который привязан как к основному приложению, так и AppClip. И мы в AppClip не можем сделать что-то, чего не будет в основном приложении. Мы, по сути, наверное, не сможем пройти ревью с таким подходом. То есть AppClip это что-то, что делается, когда приложение не установлено. Но когда пользователь установил приложение, он должен иметь возможность делать все то же самое в основном приложении. Поэтому функционал из AppClip нам будет нужен в основном приложении. Поэтому есть смысл разделить код на общий и специфический. И на самом деле здесь можно использовать и фреймворки, разделить код на фреймворки и просто подключать их как в основное приложение, так и в AppClip. Ну и ресурсы. Мы можем разделить их, сделать общими и подключать и туда, и туда. Но имейте в виду, что это не значит, что это как-то уменьшит общий объем. Ресурс будет скопирован как в бандл основного приложения, так и в бандл AppClip. Поэтому за размером нужно будет следить. И поскольку размер для нас имеет довольно большое значение, мы не должны его превышать, то мы не должны добавлять в AppClip то, что в нем не будет использоваться. Нужно тщательно проследить за всеми ресурсами, которыми мы пользуемся, за всем кодом. В общем, все, что можно не включать в AppClip, нужно исключить из него. Ну и мы должны предусмотреть логику, которая будет подхватывать данные из AppClip в основном приложении. Если посмотреть на такой типовой проект с AppClip, мы можем увидеть, что у нас есть некая shared секция, в которой лежит то, что используется в основном приложении в AppClip. Есть куски кода, которые относятся к основному приложению и относятся к AppClip. Ну, то же самое опять же мы делаем с ресурсами. Теперь про то, как нам, собственно, передавать данные в основное приложение. Ну, здесь все довольно просто. Мы создаем AppGroup и добавляем его в нашем портале и в коде в основное приложение и в AppClip. И для хранения данных просто используем этот контейнер. Помимо всего прочего, к этому контейнеру мы можем привязать user defaults и хранить что-то там, если это нам кажется удобней. Но тут есть важный момент. Мы не можем использовать Keychain для того, чтобы передавать данные в основное приложение. Они не будут переданы. Поэтому Keychain нам не поможет передать какие-то секретные данные. И если мы хотим как-то авторизацию пользователя передать, то, наверное, одним из лучших способов здесь будет использовать саймин в Apple, потому что мы сможем перехватить сейсию пользователя через саймин в Apple. И одним из хороших кейсов будет использование именно этого подхода. Опять же, потому что это будет гораздо быстрее для того, чтобы пользователь мог залогиниться в AppClip, чем делать какой-то логин-флоу со сложными созданиями аккаунтов и так далее. Ну, собственно, как хранить данные? Все просто. Мы для AppGroup создаем контейнер и, в общем, сохраняем туда файлы. Либо мы используем юзер-дефолт, который привязан к идентификатору нашей AppGroup. То есть это также мы использовали бы, например, в экстеншенах тот же самый подход. Как нам установить это самое приложение? Наши, из AppClip. Наша цель ведь не то, что пользователь запустил вот этот AppClip и им пользовался. Наша цель, в общем, заставить пользователя установить основное приложение, потому что в нем у нас больше функционала, в нем у нас есть доступ ко всем тем фреймворкам, к которым нет доступа в AppClip. И на самом деле появился API, который позволяет показать карточку AppStore из нашего приложения, причем она выглядит достаточно хорошо, как часть интерфейса нашего приложения. Важным моментом здесь является то, что мы должны в AppClip показывать это приглашение установить приложение в нужный момент. То есть если мы понимаем, что в тот момент, когда мы показали AppClip, пользователь торопится, если мы покажем ему вот это уведомление, то он не установит наше приложение в любом случае, он будет не очень счастлив. Нужно поймать нужный момент, когда пользователь выполнил свое действие, у него все еще есть время на что-то. Как нам отлаживать AppClip? Ну, вообще AppClip использует все тот же самый стандартный Lifecycle iOS приложений. Мы можем таргет в X-коде выбрать и просто запустить его в отладке на устройстве и указать ему URL запуска. Он выглядит примерно вот так, этот параметр, ничего особо сложного. Собственно, значением будет то, что было в отсканированном коде. То есть если наш код содержит какую-то определенную силу, то мы просто берем и передаем его. И просто запуская из X-кода, мы получаем experience нашего AppClip. Важным моментом является то, что у нас один AppClip для нашего приложения. Но нам иногда бывает нужно показать какие-то разные... Ну, то есть если, допустим, у нас есть несколько разных магазинов, то нам важно каким-то образом разделить внешний вид нашего AppClip для пользователя. И здесь нам поможет NSUserActivity. Как я уже сказал, мы передаем в качестве параметра URL запуск нашего AppClip, и мы должны в нашем SYN Diligente обрабатывать UserActivity с типом Type Browsing Web. То есть мы получаем ссылку. Из этой ссылки мы знаем, какое именно место вызвало наш AppClip. Теперь по поводу нашего кейса. Нам важно, чтобы человек был реально в том магазине, от которого он отсканировал код. Если у нас их 10, и он отсканировал по какой-то странному стечению обстоятельств не тот код, мы не должны ему давать возможность покупать что-то, потому что он оплатит товары в другом магазине. И это может вызвать у него какие-то проблемы, включая проблемы с сотрудниками магазина и так далее. Как можно это сделать? Во-первых, мы можем запросить местоположение, как обычное приложение. Здесь нет ограничений на доступ к этому API. Но это, по сути, для нас довольно лишняя информация. Нам нет необходимости это получать. А можно получить подтверждение в момент активации и больше не использовать данные в местоположении пользователя. И, собственно, как я уже сказал, это очень подходит к таким случаям, когда у нас есть некий физический объект. Это магазин, парковка, что-то угодно, где мы хотим активировать наш AppClip. Для того, чтобы использовать эту возможность, мы указываем в настройках P-list для нашего AppClip request.location.confirmation. И в нашем коде, который запускается, мы должны определить регион, в котором должен находиться пользователь в момент активации. И мы, собственно, должны вызвать метод, который проверит соответствие этого региона. То есть, если мы передаем туда наш регион, мы вызываем метод confirm.acquired. И у нас есть три варианта, что мы можем получить в ответ. Если мы получили confirmed, то пользователь согласился с тем, чтобы его регион подтвердили. И он находится именно там, где нам нужно. То есть, мы уверены, что пользователь находится именно в нужном магазине. И мы можем показать ему весь необходимый интерфейс. Второй вариант. Мы получили ошибку и код ошибки does not match. Это значит, что пользователь подтвердил запрос на его местоположение, но он не находится внутри этого региона. И мы должны ему сказать, что вот здесь возможность покупки остановлена, поскольку вы не в том магазине. И, наконец, последний вариант, когда мы не знаем. Например, если пользователь не согласился с тем, чтобы его местоположение подтверждали. Или, например, если ему прислали ссылку в iMessage, а он не сканировал код. Тогда мы можем, например, его предупредить, что если он находится не в том магазине, то есть потенциальные проблемы, но не запрещать ему делать покупки. Как нам тестировать AppClip? Ну, как я сказал, мы его можем запустить из Xcode. А во-вторых, мы можем настроить Local Experience. Это возможность посмотреть на то, как работает AppClip, как бы он был с точки зрения пользователей. Когда у нас телефон находится в режиме отладки, мы можем зайти в настройки и настроить Local Experience для AppClip, где нам достаточно указать URL и Bundle ID, который нужно запустить. Ну, и пару слов для карточки, которая должна отображаться. И тем самым мы можем, по сути, посмотреть, как бы это все выглядело с точки зрения живых пользователей. Ну, и да, давайте убедимся, что наш AppClip не превышает нужный размер. Как нам это сделать? То есть мы все написали, собрали архив и делаем Development Distribution. Выбираем из списка наш AppClip и выбираем All Compactable Device вариант и выставляем галочку Rebuild from Biscode. В результате мы получим собранный бинарник и, помимо всего прочего, AppFining Size Report, в котором мы смотрим на наши варианты и смотрим на Uncompressed Size. То есть наша цель, чтобы вот этот Uncompressed Size был меньше 10 мегабайт. Если он будет больше, наш AppClip не пройдет в валидацию в AppStore и мы не сможем его опубликовать. Мы поговорили про AppClip. Мы смогли привлечь пользователя. Может быть, он даже установил наше приложение. И теперь наша цель, чтобы наше приложение оказалось в списке тех 10, которыми пользователь продолжает пользоваться. И для этого мы будем использовать виджеты. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Мы сделаем виджет, который показывает текущие цены на любимый сорт авокадо пользователя. Тем самым человек будет видеть цены. Возможно, он захочет зайти в наш магазин еще раз. И он там, не знаю, скидки на его любимые сорта. И в нашем виджете должен быть интерфейс для управления его любимым сортом. И он должен отображать цену. Давайте посмотрим, как нам, собственно, это использовать. Как я сказал, виджеты, они новые. И теперь они могут быть на любом домашнем экране. Что существенно повышает заметность этого виджета по сравнению с виджетом на экране сегодня. Мы можем весь экран заполнить этими виджетами запросто. И они могут быть разного размера. Хотя сами размеры, они, ну, фиксированный, вот этот набор этих размеров, он может быть там во весь экран, он может быть полэкран, он может быть квадратик и так далее. И мы можем, в отличие от Апклипов, содержать огромное количество разных виджетов для разных ситуаций. Мы можем добавить наш виджет с ценами, мы можем добавить что-то еще по нашему усмотрению. И самое важное, что интерфейс настройки параметров виджета – это системная часть. То есть нам не нужно вот эти настройки писать самим. Нам достаточно сделать достаточно простую вещь, которую мы сейчас увидим. Ну и еще один момент. Они очень экономичны с точки зрения того, как они работают. Об этом мы сейчас поговорим ближе к концу. Давайте сделаем наш виджет. Как нам это делать? Опять же, все просто. Мы выбираем target widget extension. Мы начинаем с того, что определяем конфигурацию. Если вы когда-то делали что-то для Siri, вам этот файл знаком. Это intent definition, где мы описываем конфигурацию нашего виджета. Она описывается параметрами. И у параметров есть тип. Например, здесь у нас есть параметр авокадо. И типом будет являться набор сортов авокадо, который мы можем описать в виде инама. Это просто набор. Мы все эти параметры сохраняем в интенсе. И дальше система будет использовать его, чтобы показывать интерфейс настройки виджета. То есть, эту часть берет на себя система. Мы, в общем, довольно с этим соглашаемся. И пусть она, в общем, дальше это делает. Теперь пишем наш виджет. Начнем с модели данных. И да, здесь Apple прямо нас подталкивает к тому, чтобы разделять слои. У нас есть протокол timeline entry, который мы должны реализовать. И для нас важным будет в нем только поле date, которое определяет, когда вот эта модель данных должна отображаться в виджете. То есть, модель данных это то, что виджет отображает в каждый конкретный момент времени. Он отберется из параметра date. Все остальное, то, что мы хотим там отображать. То есть, в нашем случае это там картинка, название, цена. И из placeholder это, сейчас еще чуть-чуть попозже поговорим, что за placeholder. Теперь нам нужна пьюшка для нашего виджета. И опять же, здесь у нас есть только SwiftUI. Мы не можем использовать UI. Apple подталкивает нас к использованию SwiftUI, хотя бы в виджетах. Но, собственно, в этом и кроется некая экономичность этих виджетов. Сейчас дойдем и до этого. Но на самом деле это несложно, учитывая, что вьюшки довольно маленькие, мы можем как раз очень хорошо попрактиковаться, если вы еще SwiftUI где-то не используете в продакшене. Вот как раз очень хороший способ. И теперь мы пишем провайдер. На самом деле это один из важных классов. Поскольку у нас есть вью, у нас есть модель данных, нам нужен класс, который будет готовить эти самые модели данных для наших вьюшек. И у этого провайдера нам нужно реализовать три метода. Первый метод это placeholder. То есть, это та модель данных, которую мы должны отдать вьюшке, когда наш виджет еще не добавлен на экран. То есть, условно, человек открыл интерфейс добавления виджета, и там вот мелькают вот эти placeholders каких-то виджетов. Но для того, чтобы он отрендерился там, нам нужен какая-то такая placeholder, модель данных. Вот этот, собственно, метод должен вернуть такую модель данных. А второй метод должен вернуть snapshot. Это данные, которые нужны прямо сейчас. То есть, условно, этот метод должен вернуть одну модель данных, которая актуальна на данный момент времени. И третий метод, он должен вернуть timeline. Что такое timeline? Если мы знаем, как будет меняться содержимое нашего виджета в течение времени, мы можем его спрогнозировать вперед и задать такой массив entry, который будет отображаться, когда наступит определенный момент времени. Как только мы... Как только этот timeline закончится, он будет перезагружаться системой автоматически. То есть, этот метод должен возвращать модели данных вперед в будущее, если мы это знаем. Ну, в нашем случае мы знаем, как будут меняться цены в течение сегодняшнего дня. Мы можем написать этот метод, и он вернет необходимые данные. Ну, и все это вместе собираем в виде структуры, которые реализует протокол Widget, в котором мы должны реализовать простейшие методы, которые вернут провайдер, интент и, собственно, конфигурации, какие размеры мы поддерживаем. Все. Давайте теперь посмотрим, как виджет работает и в чем, собственно, проявляется эта экономичность. Что происходит, когда мы открываем интерфейс добавления виджета? Создается модель Placeholder, это делает провайдер. Из этой модели Placeholder она отдается во вьюшку, и эта вьюшка рендерится в картинку, просто в статичную картинку, которая после этого отображается пользователю в интерфейсе. На этот момент все остальное больше не работает. Не работает ни провайдер, ни ничего. Никакой логики не выполняется. Работа с картинкой очень экономична. Теперь виджет добавляется на экран. Пользователь выбрал его любимый виджет, он его добавил на экран, добавил на экран. Что происходит дальше? Уничтожается модель Placeholder, уничтожается картинка, которая была создана. Берется модель Snapshot. Из этой модели Snapshot создается вью. Из этой вью рендерится картинка, отображается пользователю. И проходит время. Наступает момент, когда нужно отобразить следующую модель из таймлайна. Модель Snapshot уничтожается, берется модель из таймлайна, из нее рендерится вью. Этот вью стилилизуется в картинку, отображается пользователю. То есть все, что мы сейчас видим, что наш виджет работает в коротенький момент времени, чтобы создать вьюшку, и после этого больше никаким образом не тратит ресурсы системы. Ну и когда таймлайн заканчивается, создается новый таймлайн, из нее берется модель, отображается, передается во вьюшку, вьюшка рендерится, все счастливы. То есть у нас, по сути, вот этот цикл, который работает, он позволяет обновлять картинку ровно в тот момент, когда это нужно, и больше не тратить на это ресурсы. Ну и давайте теперь немножко подведем итоги. Что мы будем делать? Нам нужно окружить нашего пользователя со всех сторон. Мы можем использовать AppClips для того, чтобы привести новых пользователей приложений. Мы их используем, чтобы у нас появились новые пользователи. В чем плюс использования AppClips по сравнению с прошлыми способами? Когда он установит приложение, он уже и так знает, как оно выглядит и что в нем есть. То есть вот этот онбординг, который нам нужно было делать раньше, его можно существенно сократить и сделать гораздо легче, чтобы пользователь мог сразу приступить к тем делам в приложении, которые ему нужны. Когда он установил приложение, мы можем использовать виджеты, чтобы мы оставались видны пользователю. Виджет больше значка приложения, он заметней, поэтому если мы можем использовать виджеты, то пользователь будет больше обращать внимание на наше приложение. Единственное, что я хочу здесь сказать, что их надо использовать разумно. Пользователь точно так же может удалить этот виджет, если он показывает ерунду или если он показывает неактуальную информацию или если он просто используется для того, чтобы показывать какую-то рекламу. То есть виджет должен решать какую-то проблему пользователя и должен помогать ему жить, а не просто заявлять о себе. Ну и если мы говорили сейчас про виджеты и апклипы, старые способы никуда не делись. Уведомления все еще есть. Siri все еще работает, и это все те же самые 500 миллионов пользователей, и сейчас, наверное, уже гораздо больше. Поиск по-прежнему кем-то пользуется. Это может быть там какие-нибудь 2-3%, но как бы для них вы тоже можете что-то сделать. Ну и самое важное, если вы еще не используете MS User Activity в своих приложениях, вот это то самое время, когда уже нужно. То есть этот класс решает огромное количество проблем и помогает вашему приложению оставаться на виду в совершенно разных ситуациях. Ну и прежде чем мы закончим, пара ссылок. Отдельно хочу отметить, что Apple последние несколько лет очень много внимания уделяет документации, и документация по апклипс, документация по виджет-киту – это очень хороший пример того, как нужно делать документацию. Сейчас по ней реально можно разобраться, как писать приложение. Она отвечает на довольно важные вопросы, и с помощью нее можно начать делать именно то, что вам хочется. При этом старые документации тоже есть. Если вы хотите все-таки начать интегрироваться в Siri, она тоже достаточно хорошо написана. MS User Activity, опять же, позволит вам добавить интеграцию с большим количеством системных компонент довольно легко, поэтому посмотрите документацию на него. И на этом я бы хотел сказать вам большое спасибо за то, что вы оставались с нами, и, наверное, пришло время ваших вопросов. Да, спасибо, Данис. На данный момент не вижу вопросов. Еще раз всем присоединяющимся расскажу, что у нас есть возможность в Q&A секции данного выступления написать вопрос на спикеру, я его озвучу, обязательно ответим на него. За лучший вопрос у нас приготовлен подарок. Пожалуйста, проявляйте свою активность, пишите вопрос. Да, если вдруг сейчас здесь не хотите задавать вопрос, есть там вот ссылка на телеграм-чат, куда вы можете тоже прийти, и там есть вопросы как по iOS разработке, так и есть наш подкаст, или можно написать лично мне. Буду рад ответить на ваши вопросы. Ну, давайте, давайте здесь, потому что приз все-таки... Все-таки приз хороший. Еще, возможно, кто-то печатает, поэтому пока озвучим такие организационные моменты. Запись у нас будет доступна, но она доступна будет примерно через месяц после конференции. И слайды презентации мы будем публиковать только по согласованию со спикером. Они будут доступны, если спикер разрешит в PDF формате. Ссылки будут доступны на платформе Community Z. Также там есть раздел с вопросами. Также там можно писать свои вопросы. Все материалы, которые нам предоставит Денис, мы обязательно... Денис, извините, мы обязательно у нас... Мы опубликуем. Также у вас есть возможность оценить текущий доклад. Это на страничке Community, либо вам придет пуш-нотификация. И в понедельник планируется у нас... Мы вышли в форму для фидбэков в целом по конференции, чтобы ориентироваться, правильно ли мы направление движемся, что возможно улучшить в следующий раз. Небольшой опросничек будет, если есть возможность, заполните, пожалуйста. Пока не вижу новых вопросов. Час сброшу информацию в целом про агенду. Что у нас еще сегодня планируется, какие активности. Переходите по ссылке, читайте агенду. Какие доступны еще сегодня выступления, какие доклады. Что касаемо нашего стрима, у нас планируется в нашем холл-стриме следующее выступление в 30. Минут она начнется в стриме. Холл это будет Александр Денисов. Он лидится в твои инженер. И там будет разговор про эволюцию сайт-менеджмента. Брошу ссылочку на всякий случай в чат. Возможно, интересно будет кому-то. Не вижу я новых публикованных вопросов, но вижу, что у нас есть аудитория. Либо стесняется, либо очень хорошо Даня все нам рассказал. Расскажите, может быть, про ваш путь в IT, пока кто-то формулирует свою мысль. Как вы развивались? На самом деле, да, я начал не с мобильных приложений. Собственно, когда я начинал свою карьеру в IT, мобильные приложения это еще не было. Таким свершившимся фактом, да и мобильные телефоны на тот момент были, скажем, в основном с черно-белыми экранами и максимум с каким-нибудь играми или змейкой. И то это только в лучших моделях. Я успел за это время пройти путь от таких ERP-систем, если кому-то это о чем-то говорит. Мы там делали системы, которые помогали бизнесу крутить большие заводы, делать что-то, планировать закупку ресурсов и так далее. И потом мы, когда-то я еще успел позаниматься разного рода корпоративными порталами, еще много чем. Ну и вот последние, с момента, наверное, когда вышел iPhone 4, я как-то осознал, что, наверное, именно этим хотел бы заниматься. И как-то вот с тех пор и занимаюсь, да, iOS-разработка это то, чем мне особенно нравится заниматься сейчас. И к ним, к этим, к iOS, сейчас присоединились на другие платформы, это и часы, это и TVOS, это и macOS, который сейчас тоже переживает такой большой период трансформации. И, мне кажется, с прошлого года появился какой-то такой некоторый интерес к этой платформе, а с этого года, мне кажется, он будет еще больше, посмотрим. Но, в общем и целом, наверное, тем, кто там сейчас нас слушал, хотел бы сказать, продолжайте заниматься разработкой, пишите софт, пишите мобильный призыв, пишите любые, это классно. Спасибо. На данный момент не вижу вопросов. На самом деле, есть у нас еще немножко времени, можем подождать, либо уже можем закругляться. Ну, может быть, если у вас есть вопрос, но вы еще не написали, там, выкните как-то в чате, чтобы мы вас подождали. Да, я хотела каким-то значком, подписчиком, подождите. Ну, и, может быть, предвосхищая какие-то вопросы, то, о чем вы говорите сегодня, это то, что уже используется. И апклип, и виджеты, они уже есть, и есть интерес со стороны компании к тому, чтобы эти функции появлялись в приложениях. Есть уже некоторые подходы того, как это делать, и, как я сказал, в общем, документация достаточно хорошо поможет в том, чтобы освоиться с этими технологиями. Спасибо. Не вижу на данный момент новых сообщений. Хорошо. Благодарю еще раз спикера, благодарю еще раз аудиторию. Спасибо, что проявили интерес к нашей конференции. Это первая такая масштабная у нас онлайн-конференция, домашняя. В этом году у нас очень много нововведений, и вот такая конференция у нас состоялась. Спасибо большое всем. На этом я буду, наверное, заканчивать и уже останавливать нашу трансляцию. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо всем. Хорошей конференции. Спасибо.